Решением 5-го арбитражного апелляционного суда, поддержавшим позицию антимонопольной службы, завершились тянущиеся с 2015 года арбитражные процессы, где администрация Владивостока, муниципальные предприятия и ряд частных структур пытаются оспорить решение УФАС о возможном ограничении конкуренции в сфере пассажирских перевозок и поставки инертных материалов для строительства дорог с 2011 по 2015 год. 5-й арбитражный апелляционный суд постановил Решение арбитражного суда Приморского края 3 октября 2017 года по делу оставить без изменения апелляционные жалобы без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в арбитражный суд дальневосточного округа через арбитражный суд первой инстанции в течение двух месяцев. Позиция администрации Владивостока, МУП «Дороги Владивостока» и компании «Восток Цемент» была на заседаниях апелляционного суда единой. Все действия и решения органов местного самоуправления города Владивостока в сфере закупок материалов для нужд ремонта и строительства дорог, как и работа муниципального транспорта, осуществлялась в рамках действующего закона о защите конкуренции. Слушали вторую сторону антимонопольный орган, но нас совсем не слушали «Восток Цемент», администрацию и «Дороги Владивостока». Потому что все доводы суда, они устное соглашение. Я, конечно, понимаю, что действительно в антимонопольном законодательстве вот это последние тенденции идут, что в принципе антиконкурентное соглашение может быть устным, но мы тем не менее все равно придерживаемся того мнения, что и при устном соглашении необходимо его доказать. То есть необходим минимальный, а лучше не минимальный набор доказательств, которым необходимо оперировать. Действительно, суд не услышал, что объемы выполнения дорожных работ под саммит ОТЭС были беспрецедентными. Для выполнения работ МУП закупала строительные материалы у компаний, входящей в группу лиц ООО «Восток Цемент» при отсутствии такого же качества товара у других производителей. Сторона обвинения не объясняет, чьи интересы из поставщиков были поставлены под удар. И может ли хоть одно предприятие Дальнего Востока предложить подобные объемы материалов в короткие сроки и с отсрочкой платежа? Вопрос, будут ли услышаны эти аргументы в суде Дальневосточного округа, остается открытым. Наш основной аргумент, что группа компаний «Восток Цемент» в принципе не имела конкурентов на рынке инертных строительных материалов. А нам говорят, мы какую-то конкуренцию задавили. То есть нам не показали, кто наши конкуренты. Мы с самого начала говорили, покажите наших конкурентов. А нам показали пять компаний, подрядчиков, которые не производят продукцию, а которые сами у нас ее, кстати, у группы компаний «Восток Цемент» закупают. Надежда остается на Верховный суд, что вот пройдя вот эти три инстанции, вплоть до арбитражного суда Дальневосточного округа, у нас будет право обратиться в Верховный суд с касационной жалобой и там изложить свои аргументы. Сторона защиты уверена, рассмотрение вопроса в арбитражном суде носит политический оттенок. Если не было нарушения конкуренции и сговора в этом вопросе, то за что сидит более полутора лет Игорь Пушкарев? Вспомним, что однажды в деле уже произошел разворот на 180 градусов. Мэрия Владивостока и ООО «Восток Цемент» обжаловали решение краевого УФАС и тогда в начале года арбитражные суды первой и второй инстанции Приморского края посчитали претензии антимонопольщиков незаконными. Но затем УФАС обратилась с жалобой в арбитражный суд Дальневосточного округа, который в марте вернул дело опять в первую инстанцию и выводы сделаны обвинительные. Смогут ли суды высшей инстанции рассмотреть все аргументы в деле о якобы недобросовестной конкуренции, опираясь на здравый смысл, скоро узнаем. Ведь обжалование себя ждать не заставит. Светлана Садовая, Ирина Кельневая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.